Девушки отдыхают А я считаю, что все-таки нужно опираться, во-первых, на чувство, банальное чувство самосохранения, если хотите, самосохранения, в том числе автомобиля, на умение предвидеть дорожную ситуацию. Я о чем? Просто я вчера несколько раз сталкивался с этим. Проезжая пешеходные переходы, пожалуйста, учитывайте, что... Понятно, что вам непросто, да, дорожные условия, сейчас улица у нас в отвратительном состоянии, но проезжая пешеходные переходы, учитывайте, что пешеход может поскользнуться, упасть. И тогда он просто-напросто окажется под колесами вашего автомобиля. Во-вторых, на мой взгляд, 70% кировских водителей не помнят следующее правило. При въезде, выезде из двора или из прилегающей территории вы что обязаны сделать? Пропустить пешеходов. Так ведь? В-третьих, проезжая в двор заснеженный сейчас, двор, естественно, вы считаете, что пешеход, который идет спереди, он что, должен в сугроб отпрыгивать, чтобы пропустить? Будьте, пожалуйста, и сигналить в этом случае, ну, ни в коем случае нельзя. Ну, вот, накипело, обратился, все. Молодец. Молодец, спасибо. Спасибо. Напомню. А можно я тоже накипела? Или сразу к гостям перейдем? Тем более, что вы про городскую среду. Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров», у нас здесь в студии. Толик, привет. Добрый день. Иван Губин, директор политехнического института ВИАДГУ. Иван, здравствуй. Здравствуйте. Константин Кропанев, координатор группы по сохранению рек «Хлыновка» и «Люнченко». Здесь, Костя, привет. Добрый день. Значит, мы подводим тоже итоги года, говорим о том, что запланировано, может быть, что исполняется, что не исполняется, по городским проектам, о которых вы, наши уважаемые слушатели и соратники, узнаете из наших эфиров уже на протяжении двух лет. Надо сразу сказать, что завтра к нам сюда в час дня придет Илья Вячеславович Шольгин, глава администрации города Кирова, и мы будем с ним, я думаю, что не итоги года подводить, потому что он только-только вступил в должность, но, по крайней мере, скорее мы будем говорить о том, что он увидел, какая картина и какие планы у него есть. А в пятницу будет большое совещание, второе, рабочая группа как раз вот с нами, с активистами по городским проектам, с итогами работы, которую провела городская администрация и городская дума после нашей первой встречи, она была как раз месяц назад, может быть, чуть побольше, да. Вот какие у нас сейчас пойдут мероприятия, несмотря на то, что где-то там корпоративы, может быть, ёлки, домашние встречи, работа по городским проектам, она продолжается. И сегодня мы хотим об этом поговорить, тем более, что действительно у всех все накипело. Я могу сказать, вот только один пример приведу, раз уж, Володя, ты воспользовался служебным положением, я тоже воспользуюсь служебным положением. Ничего не меняется в городе Кирой, могу я сказать вам в этом смысле. Согласимся, уважаемые гости? Потому что... Не согласимся, вот и Леша Курбовна. Это хорошо, но я скажу, что на улице молодая гвардия от Ленина до Свободы ничего не меняется, где я живу. Потому что как не чистили дороги ни летом, ни зимой, так и не чистят. Первое, а тут ещё я в своём недострове живу, в котором мы столько собирали, значит, всяких сведений о том, что будут вроде бы достраивать недостроенные дома, тараля-ля, развивать эту среду комплексно. Так вот, поскольку у нас дом полузаселённый, и денег не собирается на чистку крыши, я лично каждую зиму, и моя соседка Лена, на эту крышу вылазим, две девушки. И по ночам сбиваем... Вот страхуетесь, страхуетесь. Сбиваем... Как? Верёвку куда-то привязать. Ага, верёвку, чтобы на ней повеситься там, молодец, с пятого этажа. Не нашли уже её. Значит, сбиваем лёд. Ей легче, она может с соседями договориться. Я не могу, у меня под окнами всё время машины стоят. Я тут попыталась это сделать. Позвонила Вячеславу Николаевичу Симакову, нашему любимому, который теперь возглавляет теруправление Первомайского района. Говорю, Вячеслав Николаевич, помогите. Помогите, что-то надо сделать, потому что у меня уже протекает крыша, лёд спустился на окна, и вообще кошмар а-та-та. Я даже не знаю, как я это буду делать. Не успела договорить, что я хотела у него попросить, я скажу сейчас. Он мне сказал, что я могу помочь вам, Светлана, только одним. Я могу выписать на ТСЖ штраф 200 тысяч рублей, сказал глава теруправления Первомайского района. А я ему сказала, Вячеслав Николаевич, а ленточку натянуть? Ну так, чтобы ленточка, чтобы не ставили машины, чтобы я могла почистить ночью крышу, сбить лёд. Он сказал, ну, Светлана, я подумаю насчёт ленточки. Это было неделю назад, он до сих пор мне не позвонил. А я три дня назад в 12 ночи всё-таки смогла это сделать. Добрый дядя внизу просто увидел, что я там ковыряюсь на этой крыше, и летят сосульки, он стоял и дежурил там внизу. Так вот я не понимаю, у нас для чего чиновники в теруправлениях? Чтобы штрафы выписывать или чтобы людям помогать настраивать жизнь? Вот понимаешь? Помогать настраивать жизнь. Плохо где-то в доме? Разберитесь, что там, помогите, направьте. Там, да, они штрафами только вот там фигачите, понимаете? У нас и так на доме деньги не собираются, даже вот на какие-то коммуналки, потому что он недострой, незаселённый. О чём речь вообще вы ведёте? Как вы работаете с людьми в городе? При том, что мы, Вячеслава Николаевича, нежно любим и уважаем. И нам казалось, что это один из тех чиновников, который неравнодушный. Если он так поступает, то как остальные думают? Вот такая у нас преамбула нашей программы. Как мы так резко разворачиваемся, сейчас логично заявить нашим слушателям, пожалуйста, звоните нам, и все свои обиды. Что, что накопилось, пожалуйста. Это во втором видечаса. Во втором части мы будем подводить итоги года. У каждого свои. Мои итоги года я сейчас озвучила. У меня ничего не изменилось во дворе. И двора-то нет. Ты просто сказал, что там отпрыгивать в сугроб. У нас просто колья и сугроб. У нас двора нет. Мы вынуждены из дома выходить. Нет, вы выходите из дома прямо на проезжую часть. И мы с ребёнком вот прямо идём по проезжей части. И теперь уже, понимаешь, вот так я иду, расставив руки и показывая автомобилям, что нам просто негде больше пройти. Мы идём по проезжей части. Это центр города, на минуточку. Ладно, поехали. Давайте всё-таки по нашим проектам. У нас есть ещё хорошего сказать, на самом деле. Напоминаю, что Анатолий Курбатов курирует проект «Больше, чем парк». Он находит этот проект парка у Дворца пионеров «Мемориал». Сколько лет уже занимаемся этим, Толю? Это оберехал. Ну, сколько, сколько? С 2000. С 2013-2013. Тогда вот это вот люди выходили, да, и цепочками стояли, чтобы техника не проезжала на строительство. Я не стоял. Четыре года этой истории. Иван Губин курирует проект «Квартал-119». Напоминаю, что это территория, жилая и включающая кампус Вятского государственного университета между студенческим проездом производственной Лепси и Московской. А Константин Крупанев курирует проект «Малые реки Кирова». Речь идет о расчистке Люльчинки, Хлыновки, в первую очередь, и устройства по их берегам рекреационных зон. И все-таки движения в этом году существенные происходили. Давайте начнем с Толик Курбатова. Он самый оптимистичный у нас обычно. У него один раз только был срыв этой осени. Ну, сейчас такое какое-то очень резкое, мощное заявление. Потом переварим, уйдем на небольшой перерыв. Какое именно заявление? Что происходит сейчас с проектом? Где оно? Есть прорыв? Ну, у нас таковых прорывов нет. У нас идет очень такая тщательная работа. То есть в этом году мы провели конкурс проектов. В общей сложности там порядка 30 было заявок. Но и выбрали победителя. Работу победителя мы еще дорабатывали полгода. И вот буквально где-то недели-полторы назад мы все-таки оформили окончательно. Мы имеем в виду дизайн-проект этого всего, да? Концепцию развития парка. То есть все начиналось с того, что мы анкетировали максимально, ну, сколько смогли количество жителей вокруг парка. Поняли, что люди хотят в этом парке. Поняли вообще, какие есть пользователи в этом парке. И, соответственно, уже по итогам все это оформили в заявку, в такой, ну, архитектурный конкурс. И там уже профессионалы это все разработали. И, собственно, те, кто имеет отношение к парку, там директор дворца пионеров, местный ТОС, местный депутат и местные жители, активная часть. Ну и плюс работники, там, областного правительства, там, архитектуры, да, дело, они уже принимали решения. Да, и Толя начала сначала, я бы начала с конца. Мы просто начало очень много раз уже здесь озвучивали. Я бы начала с последних событий. Потому что важно, произошло две подряд встречи в правительстве Кировской области с заместителем председателя правительства господином Курдюмовым, так? Да. И с первым замом нашего губернатора господином Чуриным, да? Да. Вот сейчас после перерыва ты про них расскажешь. Хорошо. Продолжается программа «Дневной разворот». И мы такой мини-урбан делаем сегодня в первом части «Разворот». Разговариваем с Анатолием Курбатом, который курирует проект «Больше, чем парк». Это дворец пионеров «Мемориал», прилегающая территория. Иван Губин, проект «Квартал-119», кампус «ВятГУ», Константин Кропанев, «Малые реки Кирова». Толя, встреча с Чуриным и встреча с Курдюмом, что произошло? Не было же встреч на таком уровне до этого момента. Ну, на встречах с Курдюмом представили, ну и с Чуриным представили саму концепцию проекта, объяснили всю предысторию. И, собственно, и там, и там мы получили зеленый свет. В плане того, что после Нового года планируется большое, как бы, в рамках, я так понимаю, что там с губернатором какой-то стол, круглый, там не круглый, какое-то совещание, где нам надо будет полностью представить эту концепцию уже в трехмерном графике, чтобы они могли покрутить, повертеть, как бы, и, ну, собственно, как бы, какие-то все замечания их озвучить. Ну, и, собственно, запустить его в работу. Дмитрий Александрович Курдюмов при чем здесь? Он, собственно, как человек, который отвечает за образование, не мог не участвовать в этом процессе, поскольку территория... Надо понимать, что территория вокруг дворца пионеров, это территория нешкольного образовательного учреждения. Соответственно, это курирует медицинское образование. Собственность, она в правительстве области. Да, а первый зампред Чурин, он лично заинтересован в развитии этого парка, да, крайне, и готов был участвовать? Да, и там еще за благосостояние отвечает Максим Кочетков, он тоже был на встрече. И еще и Максим Кочетков. То есть, ну, вот такое высшее руководство. А сейчас в январе месяце, в январе-феврале будет губернатор. В январе. В январе даже, вот уже сейчас. Я не знаю, последствия ли это нашей встречи с администрацией города и с Думой, или просто наши какие-то, может, программы наши слушают, может, как-то еще донесли. Но все равно это важно, когда... Это же все-таки областная собственность. Мы все шаги полностью... Те люди, которые за это отвечали в то время, то есть были одним, там министры, там другие. Были всегда в курсе. Да, но встречались они с вами? Еще когда здесь был губернатор Белых, мы с ним проводили две рабочие встречи. До еще запуска конкурса. А потом был перерыв большой. Да, потом из смены власти был перерыв, и мы все равно как бы не отступили, продолжили как бы дуть свою линию. Ну, давай так подытожим. Что сказали эти три главы, большие люди? Что они сказали? Ну, что сказать? Хорошо. Все? Ну, надо же понимать, что проект абсолютно полностью... Все продумано, и там, ну, к нему очень трудно какие-то замечания придумать. Это тот архитектурный проект, который вы имеете. А деньги? Реализация? По деньгам нет. Вы с коллегами, Анатолий, на что рассчитываете? По деньгам нет. По деньгам там все просто. Есть куча федеральных программ. Есть, там, не знаю, на кону 650-летия города Кирова, где можно зайти как бы еще с какими-то вещами. Есть бюджет области. То есть, есть корпорации и частные, и государственные, да, которые могут как-то это все влезти, да. Будет решаться вопрос о финансировании проекта? Да, соответственно, на следующей встрече будут решаться именно уже адресные, как бы, вещи, какая часть проекта, откуда будут финансированы. Но сроки еще не поставлены. Стартуют в 2018 году или не стартуют? Нет, стартуют по-любому. Стартуют по-любому. Мы какие-то вещи готовы делать уже своими, как бы, делами. А цену, 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 вопрос. Стоимость больших проектов? От 150 миллионов, ну, до 300, может даже больше. От 150 до 300. Каса, смотрите, там ведь еще есть такие вещи, допустим, есть вариант в самом Дворце Пионеров, там, в 32 этаж, холл огромный, он пустует. Там можно сделать мультипедельную выставку, там, моя страна, или как так называется. Россия, моя история. Это федеральный проект 25 регионов. Но не факт, что мы туда попали. Это была такая идея, но не факт, что мы туда попали. И, насколько я понимаю, с чиновниками в Москве, которые курируют этот проект, есть хорошие взаимоотношения, и, то есть, если площадка подойдет, то ее там разместят очень быстро. Она очень хорошо подходит, заодно отреставрируют дом Пионеров. Зарабатывают на ней, что ли, на этой выставке, или что ли? Ну, довольно, не знаю, вы не были там в Нижнем Угороде, а был там на ярмарке. Там тоже, Володя, такая история, что там софинансирование, имейте в виду, 50 на 50 регионы, федерации. С таким суммой я не знаю, но она, в общем, шикарная, это огромные мультимедийные экраны, от которых показывается история России какими-то кусками. Там приходил Андрей Усенко с этим проектом, буквально после гражданского форума, с документацией, с технической. Это очень впечатляющее зрелище во всех регионах, где открывались эти выставки. Они очень впечатляющие. Причем можно совместить и российскую историю, и вятская. Допустим, по поводу способа финансирования, на последней встрече Чурин Александр Анатольевич выразил мнение, что там можно, когда он в детстве катался на лыжах, там был самолет, он говорит, можно было бы вернуть эту технику, поставить какую-то. Технику. А еще лучше бы вернуться в детство. Да, поставили перед архитектором, и получится, не получится писать. И по этой линии технику поставит Министерство обороны, и она возьмет на себя благоустройство за свой счет. На самом деле, с точки финансирования очень много. Просто надо будет сесть в степени вести, проработать, у кого есть знакомство, где как, и у кого есть федеральная программа есть. Но это уже все равно, Толь, вот ты рассказываешь, это все равно уже другой уровень. Потому что если раньше своими силами как-то справлялись активисты, то сейчас уже речь идет о... Мы справлялись банально. У нас же не было задачи какой-то там благоустроить парк, и тем все равно заниматься государством. Мы пытались показать, что это не пустырь. Посадка елочек, кедров. Установка скамеек, это просто простой сигнал, что здесь не пустырь, что как бы это чье-то. Вот это показатель того, что нельзя просто сидеть и ждать. Нужно делать маленькие какие-то дела для того, чтобы... Да, вы не подменяли, но вы не давали забыть о том, что здесь нужно что-то производить. А если сидеть просто и ждать, ничего не происходит, и ждать, что через 5, 10, 20 лет вдруг ухнут денег, и бац, появилось там, значит, царство. Нет, такого не будет. Надо работать. Вот показательный пример больше, чем парк. Анатолий, а сейчас зимнее содержание в чем заключается? Ну, вот мы на днях поставили там елочку, провели... В смысле, новогоднюю елку? Да, вот сегодня сейчас после эфира, я сейчас приеду вешать гирлянду вместе с руководством дворца. Провели конкурс среди школ местных, там сейчас ледовые фигурки такие небольшие. То есть, ну, там такая мини-театралочка, все чистится, все как бы хорошо. То есть, Жанна Валерьевна, как бы Радвигина, руководитель дворца, она делает все возможное в рамках своего бюджета, чтобы территорию содержать. Хорошо. Она освещена, она прибрана, то есть, там, надо же понимать, что там занимаются почти 5000 детей каждый месяц, как бы, то есть, ну, это огромное количество, как бы, трафика и территория, как бы, ну, более-менее в порядке содержится. Там лыжная трасса основана, как бы. Ну, да. Да, давайте перейдем к следующему проекту все-таки. Да, да, слабо. У нас еще два проекта, как минимум, а то еще успеем про Дендропарк и Тридцквер рассказать. Иван Губин, директор Политехнического института ВИАДГУ, про проект «Квартал-119», где мы сейчас? Так, ну, недавно прошли, прошел конкурс по распределению субсидий на 2018 год по благоустройству дворов. Два двора из «Квартала» попали в число тех, которые будут благоустраиваться. Это формирование комфортной городской среды? Да, формирование программы. А сколько всего там дворов? Ну, два мало. Два мало. Это все-таки вашими усилиями или усилиями жителей? Как это все произошло? С одним двором мы работали с самого начала. Для них делали дизайн-проект, проводили несколько встреч с активными группами. Второй дом самостоятельно. Справился. Молодцы, да, сами прошли. Мы встречались с активом, но дальше они вроде двинулись без нашей помощи уже, и все хорошо у них. Молодцы в этом плане. Еще пару дворам помогали, но они там не успели то ли документы дооформить, то ли что. Вот, они тоже не попали, но в 2019 году, я уверен, точно попадут. Вы будете помогать. Если мы будем помогать, конечно, да. И вот сейчас за период, пока благоустраиваются те дворы, которые уже попали в программу, мы начнем работать с остальными для того, чтобы у них готовые пакеты документов были к моменту объявления конкурса. Опять произошло, мы ждали весной, объявили осенью. Но в этом году он был с 31 октября по 15 ноября. Не успели подать это субежитие. Володя много раз здесь говорил, что это, конечно, безобразие такие сроки. Я просто должна сказать жителям квартала 119, те, кто живут в домах между улицами студенческий проезд, производственная, московская и Лепсе. Это не производственная, это Ломоносово. Я знала, да, хорошо, Ломоносово, кусочек Ломоносово. Если вы сейчас нас слушаете, и вы живете там, но еще не участвовали в этом процессе, занимается вашим кварталом Вятский государственный университет. Вот лично Иван Губин курирует этот проект. Если вы хотите как-то активность свою проявить, пожалуйста, в пресс-службу ВятГУ обратитесь, и вас направят куда нужно. Да, на сайте есть мой сотовый телефон. На сайте, Иван Губин, есть сотовый телефон, звоните. На сайте, надо успеть в следующем году подать все документы, работу надо начинать уже сейчас. Да, кто хочет, мы сейчас готовы просто не в две недели сжиматься, когда нужно всем сразу помочь. А заранее, пожалуйста. Иван Губин, ВятГУ. А что с сайтом, кстати, проекта? Сайт проекта мы пока не поддерживаем. Мы не поддерживаем, пока на него, честно говоря, сил пока не хватает. 6 декабря он отключился. Мы не слышим вас, Анатолий, где микрофон? 6 декабря отключился. Его делал Анатолий, собственно. Мы его включили, домен, пока движения не было. У нас по всем сайтам вот так, потому что 30 скверов тоже висит, но я займусь этим. Он работает, но я его не пополняю, у меня есть планы. Так, продолжаем с кварталом 119. Да, еще, собственно, не только мы занимаемся кварталом, есть еще активные жители города. По программе «Президентский грант» Дарья Ткачук выиграла грант на создание очень интересной такой арт-истории, которая будет также приземлена на базе квартала. Вот мы выступаем партнерами по этому конкурсу. Мы информационными партнерами. А вы информационными партнерами, да. То есть становится уже такой точкой притяжения. Мы разговаривали, как раз Дарья, о том, что помимо неких таких содержательных вещей, нужно культурно наполнять квартал, чтобы это стало точкой притяжения, не просто точкой жизни. Чтобы жизнь даже вырлила. А появилась именно такая вот какая-то просто движуха хорошая, позитивная. И вот тоже какой-то результат уже есть. Слушайте, простите, а когда мы презентовали в нашей студии этот проект квартал 119, там ведь были планы, в том числе и некую 3D-модель создать, и чуть ли не виртуальные очки. А были. На дети, чтобы пройти, показать, посмотреть. Планы остались. Мы по своей части, то, что касается нашей территории, почти закончили эту историю с 3D-моделью большой. И постепенно сейчас подцепляем те проекты, которые мы делаем по дворам, для того, чтобы вся мозаика сложилась. Будет, я думаю, что в течение, ну, быстро не получится. На самом деле оказалась очень трудоемкая работа. Сделать хочется качественно, хочется сделать так, чтобы не просто это была картинка, а реально модель, с которой можно работать, в том числе с инженерной точки зрения. Это очень важно, ведь, для самого университета, потому что 3D-модель кампуса университета с прилегающей территорией, это безусловно элемент бренда, брендинга. Сейчас делаем, в том числе, одно из зданий, это на самом деле очень трудоемко, делаем полностью цифровую модель, включая всю инфраструктуру, для того, чтобы можно было отслеживать в онлайн-режиме состояние сетей, что меняется, там, интернет-вещей туда заводим. То есть сама идея проекта, как некая такая визуализация, становится гораздо более сложной. Заводим и техническую часть. И, в принципе, хочу сказать, что мы никогда не рассматривали этот проект именно как проект кампуса. Мы всегда говорили, что это всего лишь модель, которую хочется транслировать. На весь город. На весь город, да. И то, что мы сейчас, и не только на город, и на области, то, что мы сейчас делаем. Вот Зайфиром говорил, мы начали работать, создали большую рабочую группу и приступили к решению одной задачи. Сейчас про эту задачу после короткого перерыва, через 2 минуты. Давайте рекламу. Подводим итоги года. По реализации общественных проектов по благоустройству города Кирова. Санаторием Курбатовым, координатором движения «Красивый Киров» и куратором проекта «Больше, чем парк». С Иваном Губиным, директором политехнического института «ВятГУ» и куратором проекта «Квартал-119». И Константином Кропаневым, координатором группы по сохранению рек Хлыновка и Люльченко «Малые реки Кирова». Вот этот проект. У нас, кстати, еще вопрос есть, Светлана. Он со свежнего дня, если я хочу сообщить. Мы вчера о нем вообще ничего не сказали. Хочешь, давай озвучим. Тем более, что много народу проголосает. Вопросам экологии в нашем регионе, на ваш взгляд, уделяется внимание, много, достаточно, недостаточно или очень мало? Картинка на сайте Хакерова поменялась вчерашнего дня. Там никто вчера не отвечал много. Сегодня каких-то 4% все-таки набежало людей, голосующих за этот ответ. Вчера корпоратив был, по-моему, у Министерства экологии. Они, может, решили. Мне кажется, что это одно из самых эффективных у нас в Министерстве. Там суперспециалисты работают. Просто поздравляю, коллеги, с Новым годом. Министерство охраны окружающей среды. Достаточно производится, достаточно внимания уделяется, 8% сказали. Недостаточно – 42% и очень мало – 45%. Все-таки кировчане считают, что вопросам экологии у нас крайне мало внимания уделяется. У меня страница ВКонтакте не может пока прогрузиться, к сожалению. Я сам вспомнил вопрос, что страницу не прогрузил. Продолжаем разговор про проект 119, квартал 119. Иван, ты сказал, что сейчас вы создаете что-то новое, какую-то интерактивную карту. Сначала делаем методику оценки качества городской среды, базируясь на той, которая туждена уже Минстроем. Но с нашей точки зрения она не совсем информативна. Для власти она хороша, что можно сравнивать, как мы выглядим в разрезе всей страны в целом. Но там очень много устаревших норм. Нет? Только говори, не мотай головой. Направь на себя микрофон и комментируй, если ты считаешь, что нужно. Я не согласен, Илья, согласен. Нет, она же не устаревшая, она абсолютно новая методика Минстроя. Вот поправляйте меня. Она же там и для городов-миллионников, и для больших. То есть нам все равно надо как-то ее привести в порядок. То есть по этой методике мы в одном ряду стоим с Казанией и нижним. А мы вообще не в ряду с Казанией. То есть у меня другое мнение. Мы с экспертами, с коллегами поговорили, у нас другое мнение. Мы решили, что нужно методику приземлить и сделать ту, которая реально будет инструментом не только для ученых, с точки зрения оценки динамики развития общества, но и в том числе, на мой взгляд, и для власти. Положим ее на интерактивную карту, где можно будет в онлайн-режиме видеть по районам, как меняется ситуация, что улучшается. Я думаю, для чиновников тоже хорошо. Любое действие они будут видеть с определенным интервьюным откликом, как повлияло на мнение жителей в том числе. Все методики государственные объективны, они по конкретным показателям работают. А что жители по всему этому поводу думают, не учитывают. Мы хотим сложить объективные показатели с субъективной точки зрения и получить, на наш взгляд, более рабочую историю. Потому что основной показатель развития региона или города – это уровень удовлетворенности населения теми обстоятельствами и условиями, в которых они живут. Об этом, кстати, говорят и партия, и президент, но, к сожалению, в методику Минстроя это не положено. Мы не слышали про партию президента, но понимаем, что это правильно. Когда они говорят о проекте благоустройства городской среды, общественное обсуждение, мнение, самочувствие. Вот это очень важно. Очень радостно это слышать, Иван, потому что мы об этом говорили здесь тоже не один раз, что нужна методика, нужен научный подход, наглядность и прозрачность всего, что происходит. Это хороший шаг, когда вы планируете какие-то первые результаты? Вот сейчас уже я сегодня сам лично, анкета подготовлена пока научным коллективом. Я сегодня сам начал проходить анкету, до эфира буквально не закончил еще. В ближайшее время по экспертам, которых мы видим, знаем, а кого не видим, не знаем, просто можете... Рекомендовать. Ко мне обращаться, найти меня несложно, Иван Губин на фейсбуке, директор политехнического института, есть мой сотовый, в соцсетях меня легко найти. Сейчас отработаем с экспертами в течение двух-трех недель вот этих новогодних праздников. У всех есть время подумать спокойно, без эмоций. Получим обратную связь, что в анкете самой нужно изменить в опросах, и потом уже эти опросы пойдут массово по улицам, по торговым центрам, в соцсетях. Волонтеры, что ли, выйдут? Студенты. Студенты выйдут, прям будут подходить в гаража и просить... Это их, собственно говоря, учебная практика, социологи, как минимум, должны работать. Да, но вчера была гипотеза от одного из директоров института, давайте сами выйдем. Тоже хорошо. Иван Владимирович пять человек опросит, там Татьяна Васильевна Георгиевна, слушайте, думаю... Журналисты могут опросить. Сегодня было неплохо. Журналисты могут опросить. Ну, в том числе. Хорошая история, мы, естественно, тоже будем отслеживать, тем более, что раз будут собираться какие-то мнения экспертов и за новогодние праздники, то в конце января мы можем предварительную картинку нарисовать, что ли. Я думаю, да, что-то будет происходить. То есть два. Значит, Анатолий Курбатов после встречи на высшем уровне с губернатором расскажет, что там принято какие-то решения в конце января, а Иван Губин расскажет о том, что думают горожане по предварительным опросам о обстоятельствах нашей жизни здесь, комфорте нашей жизни в Кирове. Переходим к Константину Кропаневу, Малой реке Кирова. Что произошло за последнее время? Этим проектом мы занимаемся где-то года полтора, и получается, что основным достижением вот этого года, это было постановление, которое подписал Перескоков летом этого года о том, что... Бывший глава администрации города. Бывший глава администрации, что городская администрация готова благоустроить и почистить территорию Хлыновки от устья реки до второго потно-переулка, это район Киров-Краски. Семь километров. Семь километров. Конечно, сейчас присутствует некое такое состояние деживю, то есть администрация поменялась, поменялась очень серьезно. Но, с другой стороны, вот буквально за последний месяц состоялось два совещания с Ковалевой и с Шульгиным. То есть мы опять же заново эту проблему озвучили, то есть донесли до руководства города эту проблему. Там было Министерство экологии, что очень важно. Да, я как бы добавлю. То есть, ну, по крайней мере, донесли, что такая проблема существует. И, в принципе, ждем до конца года нового совещания, где, по крайней мере, текущая администрация города Кирова, она звучит свою позицию по этой проблеме. И, опять же, то есть есть некое такое достижение, что, в принципе, Министерство экологии, оно запланировало на следующий год сделать проект. И, соответственно, можно ожидать, что в 2019 году все же будет часть реки, ну, третьей Харлоновки, она будет почищена. В 2019 году. Там не просто, понимаешь... Скорее всего, это 2019, это 2018 проект. Не просто ожидание. Давай все-таки подробности скажем. Мы с тобой оба были на этом совещании. Дело в том, что все это время, пока у нас менялась тут власть, Министерство экологии над этим вопросом работало. Они собирали сами документы для того, чтобы подать их на федеральную программу. Там сложная многоступенчатая история. Сначала нужно попасть в программу, потом Федерация тебе выделяет деньги на проектирование. Год ты проектируешь, представляешь проект, защищаешься, и тогда деньги на расчистку. Да, все правильно, но, опять же, надо понимать, что здесь нужна поддержка города. То есть этот проект будет только реализован только в том случае, если город примет на себя какие-то обязательства, что приведет близлежащую территорию в какую-то... Берега. Берега. Поддержка города или все-таки город должен быть проводником? Обязанность, иначе никак. Проводником, локомотивом должен. Не проводник и не локомотив. Город должен оформить документы и представить проект благоустройства береговой линии. Это совместно с точки зрения хозяина выступить, да? Иначе никак, просто это условие обязательного участия в финансировании. Да, это некий совместный проект, потому что получается так, что территория русла реки, это находится федеральная собственность, и, соответственно, русло реки чистится за федеральные деньги. Но федералы готовы деньги выделять только в том случае, если берега, которые уже принадлежат городу, то есть это и является территорией города, то есть город возьмет на себя какие-то обязательства, что он эти берега приведет в нормальное состояние. Не нормальное, а там проект прямо должен быть. Определенное количество расстояния там сколько должно быть? 7 километров сейчас мы имеем в виду. Вот, собственно, берега-то от речки. Там порядка 15-20 метров, но в то же время надо сказать, что все же мы выступаем неким таким инициатором, что помимо этого были какие-то организованы зоны отдыха, то есть какие-то были организованы ленточные, рекреационные зоны, ленточные парки, потому что для этого есть определенные предпосылки, есть прекрасные территории вдоль рек, особенно вот этот, допустим, участок, где Хрыновка пересекает реку, улицу Ленина, то есть там довольно большая территория, где можно сделать очень достойный парк. Она требуется, там же застройка желает. Тем более эта территория, она попала как раз в проект 30 скверов. Да, да, там все пересекается на самом деле и с 30 скверами тоже, и когда мы собирались, там были Ковалева, мэр города и ситименеджер Шульгин, они как раз говорили о том, что, конечно, это надо делать, какие-то распоряжения вроде как отдавались, но мы об этом уже в пятницу с вами узнаем, когда будем снова на совещании, посмотрим, что там происходит. Движение в этом смысле идет. Надо просто сказать и про следующий кусок, сразу следующие 7 километров Хлыновки, то есть по ним уже документы собираются, то есть вот так вот кусочками чистить и благоустраивать речку. Да, такие тоже проекты есть, но давайте хотя бы сделаем вот этот участок. Скажи, пожалуйста, почему Хлыновка, а не Люльченко? Ну, просто она как-то лучше ложится в федеральную... Нет, там вопрос выпусков. Четко Министерство экологии сказало, там основное условие отсутствия вредных выпусков в реку, стоков. В Хлыновке их нет, в Люльченке три, и задача была поставлена на этой рабочей группе эти выпуски ликвидировать, а это город только может сделать, там два предприятия и что-то муниципальное есть такое. На Люльченке? На Люльченке. Если их убрать, то можно оформлять документы по Люльченке. Такая история. Такая вот история. Да, все верно. Ну, вот мне кажется, что нас внимательно слушали. Напоминаю, что первая встреча с активистами новой городской администрации длилась три часа. До этого был круглый стол у губернатора, вы помните, где мы, в общем-то, не по делу поговорили, но хотя бы там затронули эту тему, после чего уже она развивалась. И следующая встреча вот в эту пятницу. Посмотрим, что уже сделано. Это совершенно новая история, по-другому просто приходится работать администрацией, чиновникам, как-то совместно решать эти вопросы с активистами, с вузом, с наукой. И как выясняется с бизнесом, потому что если возвращаться к Люльченке, то все-таки господин Шульгин озвучивал там то, о чем мы говорили здесь в этой студии с вами многократно. Что должна пройти инвентаризация земельных участков, прилегающих к береговой линии. Посмотреть, что там понастроено, кому это принадлежит, в каком-то состоянии, чтобы совместными решениями с бизнесом, в том числе, развивать эту территорию, иначе никак. Это такое своеобразное государственно-частное партнерство, оформленное на бумаге или договоренностями, но иначе никак. Да, у Шульгина такой довольно серьезный подход к этой проблеме, и очень хотелось бы, чтобы он все же был реализован. То есть он действительно хочет подойти к этой проблеме довольно системно, и заниматься не какими-то конкретными маленькими участками, а взять большие-большие участки и сделать что-то такое достойное, как он любит сравнивать то, что, допустим, произошло в Казани за последние несколько лет. В городной Татарстан, конечно, есть чем там сравнить, нам тоже, потому что мы все регулярно там бываем. Но будем надеяться, что его планы реализуются, по крайней мере. Да, вот такой отчет состоялся сегодня в эфире нашей радиостанции. Мы благодарим наших гостей и коллег Анатолия Курбатова, Ивана Губина и Константина Кропанева. Напоминаю, что все эти замечательные люди есть в Фейсбуке. Там же есть группы проектов, о которых мы сегодня говорили. Больше, чем парк «Квартал 119» и Малые реки Кирова. И все заинтересованные товарищи, вы и горожане, можете связаться с кураторами через Фейсбук и поучаствовать во всем этом процессе. Спасибо. Сейчас новости, тематические программы и реклама. А мы с Володей с вами будем, слушатели, разговаривать в начале следующего часа о том, какие... Начнем в начале следующего часа. Какие события этого года вы считаете наиболее важными? Что в вашей жизни произошло? Или что в жизни города и области вы оцените, как наиболее важно даже страну и мир захватить?